Вагон следует по второму маршруту. Осторожно, двери закрываются. Живой голос водителя. Вместо записи непривычно мягкие кресла-компостер. 50 лет назад именно такие трамваи курсировали по Нижнекамску. Оттого, едва войдя в салон, сегодня пассажиры сразу попадают в прошлое. Еду так мне радостно на душе. Молодость. Приятно, очень приятно. Я еще говорю, компостера вот этого не хватает. Оказывается, он там есть. Здорово. Мягкие сидения. И как сейчас ног в трамваях. И как как будто просторный трамвай, кажется. Приятные воспоминания молодости. Действительно, ретро-трамвай – это настоящая машина времени. Вот и мне удалось найти здесь любимое место из моего детства – возле кассы. И сразу вспомнилось, как пассажиры передавали мне по три копейки. А я с упоением выкручивала им бумажные счастливые билетики. Ирина Надеева – водитель трамвая с 12-летним стажем. За это время довелось управлять разными моделями. Но вот стареньким РВЗ впервые. Управление немножко отличается, но в целом очень удобно. Удобно, здорово, приятно. Все как тогда. Такая оценка пассажиров для сотрудников гор-электротранспорта дорогого стоит. Ведь именно их силами кузов РВЗ, привезенный из Казани, был модернизирован. И вагон смог выйти на линию. Теперь прокатиться в прошлое можно каждое утро. В 8 часов 51 минуту трамвай будет выходить из депо по второму маршруту. В пятницу уже мы организуем рейс, на котором пассажиры смогут узнать историю нашего города. Это, конечно, те, кто помоложе. Те, кто постарше, вспомнят, как все это начиналось, как начиналось движение в нашем городе, как строился наш город. То есть будут различные викторины, различные конкурсы. Поэтому мы хотим просто, чтобы наши горожане не забывали историю. И чтобы ретро-вагон именно в этом и помогал нам. Наталья Лушникова, Ренат Харасов. Новости Татарстана.